Школьный скандал в Прикарпатии. Директор учебного заведения обвиняет руководство городского департамента образования в давлении и предвзятости. Руководителя уволили, но на его защиту встала почти вся школа. В чем причина конфликта, разбирались наши журналисты. Школа номер три единственное учебное заведение в городе, где обучение до сих пор проводят на русском языке, а с недавнего времени еще и на польском. Здесь учатся почти 900 учеников разных национальностей. Кроме украинцев, армяне, татары, русские, евреи, поляки, грузины и даже немцы. Светлана Долгова возглавляет заведение уже 20 лет, но на прошлой неделе она написала заявление об увольнении. Позже объяснила, сделала это вынужденно из-за давления со стороны руководства департамента образования. Я шла с заявкой, про которую не знал никто в школе. Я ей написала, ну это не был той тиск, когда скажут, седай, вот тебе листочек и вот тебе ручка и пиши. Это не это был тиск. Это были такие условия, в которых я работала. Поступок директора стал шоком, как для учителей, так и для родителей. Они убедили ее отозвать заявление. Но в департаменте заявили, назад пути уже нет. Документы уже дали ход. С просьбой не увольнять директора в кабинет руководителя городского отдела образования Игоря Смоля пришли разъяренные родители. Но чиновника это не впечатлило. Игорь Викторович так сказал, я решение своего не меняю. Запропонувал брать участие Светлане Владимировне в конкурсе. Он на контакт с нами, чтобы он выбег в зал и просто нас проигнорувал. Такое поведение чиновника привело к тому, что в школе собрались на митинг. Багато выпускников школ, мои дети, которые учились тут, брати и сестры, которые учились тоже в этой школе, зараз показывают одну, это элита Украины. И я считаю, что третья школа с традициями, которая есть, она поддерживает, будем говорить, многомовно. Зараз поменять директора, они на переправе не меняют. Пригласили на собрание директор департамента вместе с мэром, но они не пришли. Я не хочу сегодня в голос говорить то, что я слышала на свою адресу не только от директора департамента, от других посадовцев, я не могу в таком среде работать. А еще она уверена, все проблемы из-за русского языка. Вспоминает, ей не раз приходилось слышать от чиновников различные упреки по этому поводу. Но ее руководство все обвинения отвергает. Ну, как на мое переконание, это, не знаю, чьи я, не знаю, с какой мэтою, но провокация. Если прохание заменить в школе все таблички и вывески, написанные российской мовой на украинскую, если это считать тиском, если это считать каким-то, не знаю, предупрежденным вставлением, тогда это есть. Городской голова все же пообещал учителям и родителям, что встретится с ними на следующей неделе. А пока попечительский совет школы готовит обращение в прокуратуру и суд о давлении и незаконном увольнении директора. Любовь кукла, Жанна Дучак, Зинови Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Редактор субтитров А.Семкин